Сели, маска, дели. Транспортный коллапс. Жители поселка Котовского не могут ни уехать утром, ни вернуться вечером. В маршрутке трамваи, троллейбусы пускают лишь тех, для кого хватает мест для сидений. Местные жители рассказывают, что теперь для того, чтобы добраться до работы без опозданий, приходится вставать на пару часов раньше. И то, не факт, что уедешь сразу. Это восьмой трамвай, который просто люди сейчас будут проходить. А мне на работу надо ехать. Я уже не могу, блин. То есть, одни сидячие места. Ну, мы согласны, а как ехать? Проблемы с перевозками начались после того, как водители общественного транспорта начали штрафовать за несоблюдение правил карантина. Теперь ездят только те, кто успел занять место для сидения. Проблем от этого стало еще больше. Ведь сесть в маршрутные такси не на конечной, задача не из легких. Исключения подтверждают правила. Да, сидячие только. Не берут, не берут. Вот уже два дня, не знаю. Берут стоячих. Я еду из города, берут стоячих. А утром берут сидячих. А потом наберу полную маршрутку. Очень редко, когда кто-то выходит, у тебя есть шанс заскочить, и то со скандала. Вообще нет. На моей остановке вообще не берут никого. Я возле Таврии там живу. Посконечная остановка. Я говорю, здесь мы не берем никого. Только с Паустовской. Только с Паустовской надо идти пешей. Карточка на проезд без очереди не действует, рассказывают одесситы. Их выдают на работе, чтобы легче было добираться. Но на практике все в порядке живой очереди. И даже вот эти вот синие штуки, которые дают тебе типа право пройти первым. Потому что тебе на работу надо ехать, понимаете, вот эти вот выдают. Это все живая очередь. Вот он. А расскажите подробнее про это. Ну, это еще в первый карантин, когда выдавали, что мы имеем право в первую очередь ехать на работу. Вот я еду, уже девятый трамвай сейчас будет проезжать. Ну, как так, елка. В порядке живой отдыха? Ну, конечно. А что я буду с бабушками, с дедушками ругаться или драться? Зачем оно нужно? Карантинные меры обнажили и другие городские проблемы. Нехватку профессиональных кадров. Автопарки пустые, рассказывают водители. Работать в минус никто не желает. У каждого семья, которую нужно кормить. Потому что штрафуют. 17 тысяч. Что хочет платить? И за что? За то, что три человека. Меня штрафовали. Три человека стояли у меня в свободе. 17 тысяч. Что это за деньги? Когда их отдать? Где их брать, эти деньги? Водителей нет. Вот мой напарник, он выходить не хочет. Второй вообще ушел, устроился на другую работу. Я вам честно говорю, катастрофа. Водители жалуются, что помимо основной работы, их нагрузили дополнительной функцией контролеров. Нужно следить за наличием маски у пассажиров, параллельно введя в отчет занятых мест. И что я должен смотреть? Сдачи дать? Проконтролировать движение? Просмотреть маски? Еще стоят и не стоят? А как я узнаю? Они сейчас встали, завтра через две минуты вышли, потом полсалона пустого, потом зашли больше. Никудышное транспортное сообщение с поселком Котовского далеко не новость. Нынешний карантин Шредингера еще больше обнажил эту проблему. Постоянные пробки в час пик и разбитый маловместительный общественный транспорт никуда не делись. Пауза, взятая профилем городским департаментом для решения этого вопроса, явно затянулась. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.